МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите специальный выпуск программы Время новостей в студии Анны Зубарева. Глава региона Владимир Уйба записал обращение к жителям республики. Добрый вечер, уважаемые жители республики. Сегодня у нас был очень ответственный день. Сегодня республику Коми посетил полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Гуцан Александрович со своими коллегами. И здесь, в Сыктывкаре, мы провели под его председательством совещание. У меня было две темы, ну или одна тема, два раздела социально-экономического развития республики Коми и реализация национальных проектов. По социально-экономическому развитию я постараюсь достаточно коротко сказать. У нас есть достаточно хороший рост, то есть экономика начинает оживать, и мы это видим в результате подъема экономического роста и на налогах, которые мы получили дополнительно в 2021 году. Соответственно, сумели их сейчас спустить опять же на решение социальных задач. И в то же время мы еще видим очень хороший разворот. Инвестор начал приходить в республику, а это очень важно, потому что именно инвестиционные деньги, инвестиционные проекты дают нам возможность создания новых рабочих мест. И вот на 1 декабря 2021 года в республику вложили, именно подчеркиваю, не государственных, не федеральных денег, а инвестиционных, то есть частных денег, 14 миллиардов рублей. И это дало возможность создать 259 рабочих мест. Вот это очень хороший показатель. Это говорит о том, что инвесторы видят в республике надежного партнера и вкладывают сюда свои средства. По нацпроектам прозвучала от Александра Владимировича и Гуцана, и его коллег, критика, есть над чем поработать. Мы до конца года еще постараемся ситуацию исправить. Несколько мероприятий перейдут у нас на 2022 год. Это касается в том числе и окончания строительства нескольких ФАПов. Но самое главное, деньги мы не потеряли, деньги у нас, они законтрактованы. Соответственно, мы в первом квартале постараемся все недочеты по нацпроектам завершить. Буду вас дополнительно информировать. Ну и, конечно, я хочу искренне поблагодарить Александра Владимировича Гуцана и его коллег, потому что работа была проведена подготовительно очень большая, был сделан очень хороший анализ, который нам сегодня и завтра будет очень серьезно помогать. Потому что любая такая поездка, это не только критика, это не только разбор полетов, но и аналитика. А она очень важна. По эпид-обстановке мы немножко опять снизились за сутки. У нас 243 случая, вчера было 251. В этих 243 случаях у нас 42 человека, это привитые, но заболели. При этом из них, из 42, 38 человек. Это амбулаторное течение. Соответственно, снова и снова повторяю, вот почему заболевают привитые. Потому что очень все-таки большая масса заболевает людей непривитых, тем самым они заражают в том числе и привитых. Как правило, привитые заболевают именно между первой и второй прививками, либо на исходе, когда уже нужна ревакцинация. Поэтому в этом смысле, конечно, но тем не менее, привитые болеют 99% легко. Теперь по, к сожалению, умершим 11 человек у нас умерло за сутки, но при этом ни одного вакцинированного среди умерших нет. Это еще один довод о том, что нужно вакцинироваться. И по вакцинированному. У нас сегодня, на сегодняшний день, 350 тысяч, 111 человек вакцинированных. Вакцин у нас более чем. Я вчера говорил о том, что у нас поступила еще за выходные дни вакцина. Поэтому на остатках более 152 тысяч доз вакцины. Поэтому, пожалуйста, уважаемые жители республики, планируйте до Нового года. Все, кто понимает, что 2 февраля наступит, мы еще раз повторяю, мы действительно решением штаба внесли отсрочку от отстранения от работы, особенно декретированных групп. Но нужно делать для себя решение, принимать решение и вакцинироваться. На сегодняшний день это вся информация. Всего вам самого доброго. Берегите друг друга, детей своих берегите. К сожалению, ковид сегодня дает очень высокую заболеваемость и у детей. И до следующей встречи. Вы смотрели специальный выпуск программы «Время новостей». Всего доброго. До скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова